На пока не оборудованных контрольных пунктах далеко до согласия. Что происходит сейчас на местах торговой блокады, мы узнаем у Олега Решетника. Он находится там на месте и с нами на связи. Олег, здравствуй. Вчера мы наблюдали потасовки с пострадавшими. Что сегодня? Добрый вечер, Наталья. Сегодня ситуация на блокпостах спокойнее, чем вчера. Столкновения с противниками блокады, по крайней мере, так они себя вчера называли, сегодня не было. Блокадники же уверены, что за вчерашними событиями стоят правоохранители. Как правильно на потяг, давай машинистам, давай будем потяг. Что вы тут наблюдаете? Что вы хотите тут увидеть? Мужчина. Мужчина. Вот, пожалуйста, новая комната. Вот такие машины стоят у нас на каждом перекрестке. Телефонная связь, когда у нас тут кипиш, не работает. Это было вчера, продемонстрировано. Хочу напомнить, что вчера в результате столкновения на так называемом редуте 16-го добровольческого батальона полиция задержала 37 человек. Двое получили ранения. Вот как произошедшее, комментируют правоохранители. Двое получили ранения. На данный момент, говорят, силовики всех задержанных отпустили, но открыли уголовное производство, но уже по другому делу, связанному с блокированием железной дороги. Сбаткова, электровоз, в меже preferential вагонами. За тем фактом было открыто, с третьим отделением телескоропедикса, посудовое распространение. Собар is right, и второе связано с блокированием этого железной дороги. А сегодня довольно резко на происходящее отреагировал в фейсбуке замминистра по оккупированным территориям Георгий Тука. Он призвал ГПУ и СБУ привлечь к уголовной ответственности организаторов торговой блокады Ордлоу, отметив при этом, что таковым и считает львовского мэра Садового, нардепов Семена Семенченко, Егора Соболева и Владимира Поросюка. Наташа, пока это в принципе все новости. Студия. Спасибо. Спасибо, Олег. Олег Решетняк с подробностями торговой блокады. На фоне этого конфликта довольно любопытной выглядит информация о том, что основным иностранным инвестором Украины в 2016 году оказалась Россия. Таковы данные Госстата Украины. В общей сложности иностранцы вложили в украинскую экономику почти 4,5 миллиарда долларов прямых инвестиций. Это на 17% больше, чем в 2015 году. При этом доля российского бизнеса в минувшем году это чуть более 1,5 миллиардов долларов. А это, в свою очередь, 38% от общей суммы инвестиций.